Всем привет! С добрым утром! Сегодня у нас особенный день. Сегодня мы празднуем мой день рождения. Поэтому, если кто-то из вас хочет меня поздравить, то это можете сделать в комментариях под этим роликом. В описании, кстати, с роликом есть ссылка на Donation Alerts. Можете отправить мне какой-нибудь донат. Будет очень приятно. Всех заранее благодарю. В общем, друзья, сегодня мы собираемся поехать отмечать мой день рождения в отеле. Мы уже когда-то там были. Не буду все сейчас рассказывать. Все будет впереди в этом видео. А сейчас пока что утро. Нам нужно как-то проснуться. Голос еще, видите, хриплый. Кофемашины не стали у себя включать. Мы поедем сейчас на праздничный завтрак. Поэтому оставляем немножко корма собаке. Сейчас наполним мисочки с водой, с кормом. Все за ней тут приберем. И, короче, поедем на сутки отмечать в отеле мою денюху. Так что, народ, если вам нравятся такие влоги, то обязательно поставьте палец наверх. Ну и жду вас всех в комментариях. Ну а сейчас погнали к просмотру. Кстати, пока мы тут не ушли, смотрите, что я тут на днях сделал. Это подсветка на налив. Правда, у меня тут всего лишь 7 вот этих треугольничков, из которых только 6 всего лишь подсвечиваются. Потому что вот здесь коннектор у меня у одной сломался. Вот, нужно где-то найти. А их нигде вообще нет, даже аналогов. Вот, они раньше-то стоили там недешево по 3000 рублей за комплект из маленьких вот этих чипов-коннекторов. Вот, а сейчас их вообще нигде не найти. И на Алике даже нету никаких ни подделок. Вообще не вариант как бы найти что-то. Может быть, бушный поискать на Авито. Ну, в общем, смотрится это вообще шикарно. Там фотографию или видео я приложу, ну, чтобы вы понимали, как это выглядит. Так, рюкзак у меня сейчас поедет вместе с нами. А здесь у нас, смотрите, друзья, что есть. Короче, на днях я купил себе вот такую вот сумку из магазина Маскот. Давно я себе хотел сумку Слинг, по-моему, она так называется. Натуральная кожа, очень функциональная. Оттуда все самое необходимое в глазе, это самое главное. А еще, короче, взял в этом же магазине вот такой вот ремень. Сейчас вам покажу. Там, короче, двухсторонний. То есть можно носить на одной стороне и можно носить на другой. Так, ну, что такое-то? Неудобно все одной рукой делать. Видите, вот такая вот у нас фактура. Вот так вот. Все, ладно, поехали, короче, отмечать. Кофе пить, завтракать, потому что голос еще пока что не проснулся. Все, Кристина у нас в ожидании завтрака. Вот он наш кофе. Сейчас мы выпьем и зарядимся энергией. А я предлагаю сделать икутки, и чин-чин, и слабко. Давай. Давай, за день рождения. Все, можем начинать. Вот так вот у нас выглядит континентальный завтрак. То есть, как можете заметить, тут у нас хлебушек, яичко, мини-корасанчик, сырок, мяско какое-то. Это паштет, да? Ну, не знаю. Похоже, да. И еще варенье. А у Кристины получается... Это лосось, да, у тебя? Петраненький с лососем и икорным соусом. Вот, слышали, да? Вот такая вот вкусняшка. Вот такой вот нам принесли десертик в качестве комплимента от заведения. Какой-то чизкейк, да? Похоже, кстати... На бакски. А, не, а похож на тот, который в Турции, помнишь? Ну, до которого есть бакски чизкейк. А там, как-то на Антон... А, Сан-Себастьян, точно. Ну, да, очень похож. Только тот был прям полит еще сверху. Шоколадный. Так, все, срочно едем, едем, опаздываем. Время... У нас уже через 40 минут заселения, а нам еще нужно забрать мой сюрприз, который Кристина мне сделала. Все, погнали. А это сюрприз от моей любимой жены. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Такой-то, короче, десертик. Ну, я еще, правда, не видел, что там хочется посмотреть. Там с надписью. Да, с какой-то там надписью, наверное, с днем рождения. Говорить не буду, увидишь сам. И тут еще у нас такая вот свечка. Так, ну все, наконец-то мы выехали на дорогу до аэропорта Кольцова. Сейчас нам нужно будет доехать до самого аэропорта, там развернуться и уже едем в отель Рамадан. Вот. Очень хорошая здесь дорога, кстати. Такая прям ровная. Здесь... Ну, да-да. Вообще классно. Жалко то, что это... Что он уделяет. Странный. Короче... О, еще тут очень много камер. Да, хотелось бы тут побольше разогнаться, потому что едем всего лишь 90 км в час. Но здесь везде прям камеры висят. Видите, срабатывает продаж. А вот и отель Рамадан. Правда, нам осталось еще ехать. Киловетра, наверное, 3. 6. А, 6 даже. Потому что нужно, ну, короче, развернуться. А разворот у нас возле аэропорта только находится. Вот так вот. Ура! Рамадан! Вот мы подъезжаем. Сейчас припаркуемся и будем заселяться. Короче, надеюсь... Опачки! Шлагбаум появился. Раньше его не было. Короче, на 10 минут мы опаздываем. Ну, ладно, что ты поделаешь. Так, все, мы, короче, зашли в номер. Я вам сейчас быстренько покажу. В общем, вот так вот мы заходим. Здесь, получается, у нас ванная комната. Вот такая все чистенькая. Как бы скромненькая. Отель достаточно хороший. То есть, овальная зона. Там, получается, у нас душ. Вот здесь у нас, как бы, получается коридорчик. Цветочки. Тортик мой. Вот. И вот такая у нас, получается, небольшая комнатка. Здесь есть чайная зона. То есть, чай, кофе. Вот. Кружечки. Мини-бар. Пустой, правда. Но там можно заказать. У них круглосуточная доставка еды. Здесь всякие шкафчики. Сейф. Вот такая вот большая king-size кровать. Освещение. Телевизор. Кстати, висит. Philips. Раньше были маленькие. Есть проводной интернет. Wi-Fi. Такой вот столик. Кресло. Телефончик старый. Вот. Ну и, собственно, вот такая вот у нас территория. Давайте посмотрим. Вот. В общем, для Екатеринбурга ощущение такое, что ты в какой-то момент резко прибываешь где-то за границей. Ну, прям реально прикольно. Короче, мне сейчас пришлось дойти до машины, потому что нам понадобилась зажигалка для того, чтобы поджечь свечку. Все, разрешаю тебе открыть мой тортик праздничный. Да. Давай. Вообще, так интересно получается, что цветочки как будто бы мне подарили, да? Смотрите, какие красивые цветочки. Прикольно, что свечку еще кладут. Да. Кстати, если вдруг кого-то цветы интересуют, там вдруг кто-то из вас... Очень красивые. Своей жене хочет подарить. Они вот называются Фаня. Че? Фаня? Ну, как-то, да, не знаю, как она мечтается и находится в Хаяте. Фаня Flower Project. Типа в Хаяте находится тут цветочная. Так, я, короче, пропустил весь момент вообще открытия практически. Угадай, какая там надпись. Там будет написано «С днем рождения!» Давайте проверю вставки, господа. Открываю? Да. Давай, раз, два, три. Хэппи-везды. Ну, по сути, я угадал только... Практически да. ...на английском языке. Все можно загадывать? Да, загадывай. Или подождать, пока побольше погодишь? Да нет, загадывай. Представь хорошенечко то, что ты хочешь. Сейчас задую свечку, короче, дым пойдет. И туда это сразу тут пожарная. Говоря. Очень сложное задание. Давай, заветное желание. Сейчас задуваю. Давай. Именинник должен попробовать первый. Берем ложечку и... Ты сбоку где-нибудь ничего. Ну, давай здесь вот, где у нас немножко есть повреждения. Так. Ну-ка, пробуем. Ну все, мы готовы идти плавать. Смотрите, друзья. Там уже у нас такой бассейн. Здесь еще такой есть филин из рыб. А там у нас самое интересное начинается. А это у нас уже бассейн с подогревом. Получается, он находится прямо на улице. Вот так вот здесь неплохо все сделано. Вот эти, кстати, домики. Там у них, получается, есть, типа, барная зона какая-то. Вот. Температура у нас воздуха 23 градуса, а температура воды 36 градусов. Сейчас, короче, наверное, мы поплавим сейчас в закрытом бассейне, а потом выйдем через вот эту штуку сюда, к открытому. И будем плавать уже. Ну, не странно, что на улице подохладно. Здесь будет очень даже жарко. Что-то, короче, не вовремя мы приехали. Получается, вот турецкая сауна, хамам, не работает. Она вот так вот у нас закрыта на реставрацию. Ладно. Пойдем в обычную финскую сауну. Так, сейчас мы, короче, пришли в ресторан, чтобы поужинать. Кристина выбирает себе тут блюдо. Что, наверное, возьмем пособочку, да? Да, хочется что-нибудь горячего поесть и пасту. Да, он, наверное, паста, знаете, какую? Паста, да? Да, вот с пастой сегодня мы хотим попробовать. Я так понимаю, то, что там впереди у нас должен быть камен, но он пока что не работает. Может быть, вечер на улице у нас погода не очень. Там дождик только что прошел. Может быть, сейчас до сих пор идет. Не знаю. Он видит, какая пасмурная погода. Серое пасмурное. Вот. Ну, а так, конечно, пруд красивый. Все, нам, короче, принесли по супчику. Это вот такой вот борщик. Очень аппетитный. И еще принесли кусочек хлебушка и сало. Попробуем сейчас. Короче, пока тут мне позвонили, поздравили с днем рождения, Кристина уже все мидии съела и пасту практически все съела. Хитрый хомяк. Ладно. Короче, мы вышли немножко погулять после ужина. Сейчас я вам покажу здесь пруд. Я, кстати, вот не знаю, он искусственный или это настоящий? То, что... Настоящий, да? Потому что там вот на той стороне, с этим он, видите? Сейчас, смотрите, трюк будет. Опа! Чтоб не упал. Тоже хочу как-нибудь здесь покататься вот так вот по воде. Еще прикольно, мне кажется. Вот. На той стороне, короче, люди летом приезжают отдыхать. Там вроде бы даже местами песочек. Вот где-то там вот. И там народу просто вообще тьма. Просто там как будто, знаете, где-то это... В Сачах находишься. Может, видите, еще один там по воде плывет. Сейчас тоже, наверное, будет трюк делать. Интересно, сколько эта штука стоит? Ну-ка, давайте посмотрим. И раз. Наверное, это слишком легко. Я с этим тоже справлюсь. Сейчас пошли мы в сторону этих коттеджиков. Вот, смотрите, там у нас автосалон. Мерседес. Интересно, сейчас там где-нибудь продается, нет? Вот. Короче, здесь у нас, получается, территория въезда. Подъезда, так скажем, к отелю. Ну, пешком шли. Стоянка у нас вот там вот дальше. Там припарковались. Сейчас покажу вам территорию. Короче, начнем мы вот с такого места. Здесь типа фонтанчик небольшой. Такая свежесть вообще прям классно. Ну да, свежесть. Знаете, что интересно? Вот здесь даже никакой тропинки, да, нет? Да, просто по тропинке. То есть ты, получается, да, если хочешь посидеть на лавочках, тебе нужно прям по траве идти. Странное решение, как бы. Мне это было бы не стрёмно, но очень странно. Но если ты вот что-то не делал в кроссовках, например. Ну да, они станут тебе зеленые. Вот, а так, здесь, наверное, шумно, да? Я погромче буду говорить. Потому что рядом трасса. Ветер прям сразу уходит. Там у нас находится аэропорт Кольцова. Там уже сам город. До города, кстати, тут ехать буквально пять минут. Нет, отель Ромада вообще в Екатеринбурге один из самых, мне кажется, хороших отелей. Потому что цены более-менее адекватные. Да, это, конечно, не 3 тысячи рублей в сутки. Но, опять же, сейчас нормального ничего такого не будет за 3 тысячи. Это все, что нормально, начинается от 5-6 тысяч рублей. А тут, получается, за сколько мы? За 8500 взяли, да? Да. У нас входит завтрак. У нас входит комплимент, который мне, кстати, до сих пор почему-то не принесли. Потом входит полностью спа-процедуры. Там баня, хамам, бассейн открытый, закрытый. Ну, горячий вот этот бассейн открытый. Вот, при том, что это все работает реально там чуть ли не сутки. Вот, ну и в целом номер, вы сами видели, он такой красивый. Да, уже, может быть, за столько лет он, сколько ему, сколько этому отелю ему, да? Уже лет 15, да? Его время от времени обновляют. Его обновляют, но не так, чтобы прям кардинально, да? В общем, не лакшери, но неплохой вариант для отдыха. Да, ну вот, мне кажется, очень даже достойно. Так что за 8500 сутки приехать, как бы на денек, типа, как будто бы почувствовать себя за границей, в какой-то такой жаркой стране. Правда, сегодня у нас такая погода не очень. Вот, мне кажется, это того стоит. Не, но он комфортный, там довольно комфортный. Вот мы дошли, короче, до коттеджиков. Вот смотрите, получается, вот такой вот домик. Вот еще, ну тут их много, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть домов я насчитал, может быть, их на самом деле больше. Да, они все сделаны по одной стилистике, один в один, вот прям, очень такие красивые, прикольные. Реально, я бы хотел бы такой домик. И территория такая, это все у нас отель Ромадал. Смотрите, вот там вот он начинается, вот там вот где-то все, вот он идет, идет вот такой вот здоровый. И вот туда, вот так вот. Короче, там еще парк, кстати, вот там вот люди гуляют, много детских площадок. Короче, надо как-нибудь в домик заселиться. Не, ну, конечно, вот так вот жить, это вообще классно. Вот если в собственности есть такой домик, это просто шикарный. Ну, блин, облицовка, понятно, ладно, сейчас будут все цепляться к моим словам. Ну, вот иметь двухэтажный такой домик, достаточно большой по квадратуре, было бы прикольно. И здесь еще такая мангальная зона и парк. Ну, вообще, мечта, мне кажется, любого идиота. Свежесть такая. Да, дышится хорошо. Прямо. Лесом, травка мокрая такая. Ну, за городом хорошо, конечно. Все, мы поснимали. Все, мы, короче, поснимали. Сейчас возвращаемся в номер и будем готовиться к ночному заплыву. А что это у нас тут такое? О, тут у нас поздравления. Уважаемый гражданин Николай. Добро пожаловать в Ромада by Woodham, Екатеринбург Hotel and Spa. Мы рады приветствовать вас в нашем отеле и искренне поздравляем с днем рождения. С наилучшими пожеланиями, команда Ромада. Вот такая вот открыточка у нас. И тортик. На нем, кстати, тоже надпись внутри есть. Поздравляем. И еще логотип Ромада. Прикольно. Классно. Ну, хоть кто-то не забывает. Это очень даже приятно. Кстати, что удивительно, сейчас я вам расскажу. Вот видите, мы сейчас вот там отгуляли. Короче, несмотря на то, что отель у нас находится в Екатеринбурге, приходит информация о бронировании от отеля Ромада. И там все написано на английском языке. Прикиньте, да? Вот интересно, как получается. То есть мы даже не то, чтобы где-то там в другой стране, мы даже не в Москве живем. Вроде бы Екатеринбург. Не знаю, там кто-то считает третьей столицей России. И вот приходит информация на английском языке. Как будто бы я там, не знаю, международный какой-то турист. Ну, а сейчас, в общем-то, мы, собственно, переодеваемся и идем купаться в ночной заплыв. Потому что у нас там, видите, вот так вот потемнело, а бассейн горячий. Там достаточно, ну, прям не то, чтобы тепло, там прям даже жарко. Лежаки свободные, никаких сейчас детей не будет. Потому что, ну, там в основном люди приезжают на счастливые часы сюда, в Рамаду, там с трех до, по-моему, шести. С девяти утра до, по-моему, двенадцати. Там, короче, типа за небольшую плату ты, как бы, можешь посещать бассейн, хамам, баню. Но сейчас этих уже людей не будет. Сейчас будут только те, кто проживает в самом отеле. Так что мы сейчас будем спокойненько там ходить в бассейн, плавать. В общем, настроение под вечер что-то у меня поднялось. Мы пошли на второй заплыв. Точнее, даже, я бы сказал, на вечерний. Вот тут прям вообще контрастно видно, как пар просто выходит из воды. Короче, сейчас в воде вообще находиться прям классно, потому что идет дождик. Ну, он такой, как, знаете, это просто покапывает. В бассейне очень прям жарко. Ну, прям ты плаваешь, как в горячей ванне. Вот. И при этом на улице свежо. Все классно. Вот, видите, как тут вечером прикольно вообще народу минимум. Под таким ночным небом можно поплавать. Коля пошел ночной заплыв. Через полчаса уже закрытие АСПА будет. Поэтому он решил на последок, так сказать, еще раз облынуться. Всем добрым утром. Мы пошли на завтрак. Ну, смотрите, какая большая банка милковая. Ну, что это вообще. Ну, все, народ. Желаю всем приятного аппетита. А у нас будет такой вот мега мощный завтрак. Ну, все, народ. В общем-то, мы сдали наш номер. Сейчас поедем домой. Но сперва нужно заехать, забрать несколько заказов. И еще мне нужно заехать в ателье, чтобы забрать свои наушники Marshall. Я давал их на перешивку в верхней части оголовья, потому что оно все потрескалось. То есть, там весь этот кожзам прям износился, что ты когда наушники снимаешь, у тебя на голове остаются кусочки вот этого кожзаменителя. Эко-кожа так по-другому называется, да, она сейчас. В общем-то, заказывал с Алиэкспресса вот эту верхнюю часть оголовья. 300 рублей всего лишь стоило. Почитал, что слишком для меня это будет трудозатратно, чтобы я сам там сидел, шил это все. Лучше отдам я, короче, людям, которые занимаются этим уже профессионально много лет. У них в этом плане будет опыт побольше. Так мог бы и сам, конечно, поменять, но лучше все-таки отдать профессионалам. Погнали! Уехали мы с Ромады. Видно только этот процесс. Попрощайтесь с Ромадой. Мы практически дома. Сейчас осталось только открыть дверь. Посмотрим, как нас встречает наш померанец. Вот она, вот она, вот такая вот. Наконец-то они пешки. Сколько тут шерстей на полу. Наверное, всю ночь тут ждала, да? Смотри, сколько шерстей. Что, пешеночкой спала, да? Вот так вот радуется померанец. Как это заходи заходи? Что-то шерсти вообще много. Как я говорю, она здесь, наверное, ждала нас. Да, спала, да. Все, лови. Испугалась. Сейчас пешить будем. Все. Ура, 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 они пришли. Ура, 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 ура. Забрали мы все посылочки, пришли домой. Сейчас вам покажу тут немножко, что у нас есть. Так, это у нас Кристинины посылки. А вот это вот получается моя посылочка. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Так, и еще я, короче, забрал. Вот, короче, старое оголовье. Смотрите, какое оно было ужасное вообще. Это я его, как бы, тут все разрезал, чтобы, ну, этим мастерам можно было только сшить наушники. Вот. Короче, пока что это так. Так, оставим. А вот что в итоге получилось. Смотрите, получается. Вот так вот выглядит теперь оголовье. Ну, то есть, понятно, что здесь шов другой. Но, в принципе, ничего страшного. Тут еще видите, кстати, я специально так это обезопасил, чтобы случайно, короче, эти мастера там чем-нибудь не проткнули динамики. Я, короче, тут, получается, здесь, ну, как бы это, приложил такую вот микрофибру, чтобы ничего не поцарапалось. Тут на динамике тоже сделал картонку. Вот здесь, короче, нужно будет сделать дырочки, там, по две дырочки, здесь, здесь, и туда вставить эмблемку типа L и R. Сейчас посмотрим, где-то у меня, короче, вот здесь вот сейчас покажу. Так, у меня вот такой вот еще кейсик есть от наушников Sony. Я, короче, специально сюда сложил, потому что здесь магнитик есть, видите, и на магнитике лежат болтики. И вот у нас получается логотип. Вот он L и вот R. Короче, надо будет это сейчас все приделать. Так, ну все, друзья, в общем, с наушниками я закончил. Смотрите, что у меня получилось. Получается, здесь все вот эти эмблемки, сейчас сверну вот так вот, вот все эмблемки я прикрутил. Правая сторона, левая сторона. Наушники, если что, на секундочку, стоят аж 30 тысяч рублей. Ну, там средняя цена где-то 28, примерно так. Так, на восстановление я потратил, получается, на новую вот эту часть оголовья 300 рублей с Алиэкспресса заказывал. Вот так вот она у нас выглядит. Перешивка в ателье 1000 рублей обошлась. Тут, кстати, есть еще один такой очень важный момент, чтобы сделать вот эти эмблемки, вот эти 4 дырочки, я делал, наверное, минут 40, может быть, даже 50, потому что дырок никаких не было на вот этом оголовье. И пришлось это все дело искать вслепую. И не хотелось, знаете, сделать так, чтобы дырка была, короче, одна, а потом чуть выше, либо чуть ниже, там, вторая, либо третья. В общем, хотелось попасть с первого раза. В итоге у меня это все получилось. Сделал все 4 дырки с первого раза, все нормально попал, закрутил болтики, потом выкрутил, и пришлось сделать еще дырочки поверх вот так вот паяльником, то есть просто в те же дырки я просто так аккуратненько паяльник вставлял, чтобы все эти дырки запаять. У меня специально для этих целей есть вот такой вот паяльник старый. У меня их два. Один для нормальных, как бы, паяльных вещей, вот. А этот уже, как бы, знаете, там, что-нибудь где-нибудь, ну, вот, расплавить, там, дырочку какую-нибудь сделать. То есть у меня такие два паяльничка есть. Вот, этот прям вообще старый. И, короче, все. Потом, когда я запаял эти все дырочки, чтобы туда, ну, как бы, знаете, кожа не расходилась, не трескалась, я, в общем, вставил эмблемки и все нормально закрутил. Так, ну и, собственно, в посылке моей был еще вот такой вот зарядник, я его заказывал с Алиэкспресса, потому что очень вообще не хватает обычных USB, вот этих блоков питания. В общем, вот этот блок питания я покупал специально для того, чтобы подключить вот эти часы и Яндекс.Станцию.Мини, чтобы все это питалось от одного блока с четырьмя вот такими разъемами. То есть, получается, я сейчас уберу вот этот тройник, у меня будет чисто один блок, и не будет вот этих лишних блоков питания. То есть все будет от одного блочка питаться. Плюсом еще останется Type-C и еще один USB свободный. Возможно, сюда еще что-то потом в будущем подключу. Так, ну все, это у нас все лишнее. Блоки питания мне тоже пригодятся за рабочим местом. Плюсом вот такой тройник, возможно, тоже пригодится. А все это сейчас выглядит вот таким вот образом. Все работает. Увлажнитель воздуха мы перенесем в другое место. Все, вот так вот четенько работает. Алиса, выключи свет. Все, красота. Не, ну слушайте, наушники Marshall все-таки вообще четко смотрятся, особенно на манекене с Человеком-пауком. Вот такой вот получился у меня стенд для наушников. Если кто не смотрел шортик, обязательно посмотрите, есть на канале. Ну и, собственно, сейчас еще вот такая вот подсветочка у меня на налив горит. Кстати, друзья, если вдруг у кого-то из вас есть вот такой вот коннектор, ну то есть для на налив подсветки, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, я готов у вас его приобрести, потому что их вообще нигде нет. И аналогов, собственно, тоже. Так бы я бы купил бы. Мне нужна всего лишь одна штука. В общем, сегодня нас ждет адская кухня, потому что мы, ну, сегодня приехали с отеля, ничего особо дома нет, как бы из еды. Нужно заказывать продукты. Вот сегодня не хотим этим уже заниматься. Сейчас что-нибудь накидаем в этот, в сковородку там, типа вон яички, помидорки, сосисочки, что-нибудь еще. Вот, и приготовим себе ужин из того, что есть дома. Ммм, как вкусно получается. Вообще, вроде так скажем, что помидорки с яичками, сосисочками и сыром. Ну, вроде бы ничего такого особенного. Ну, как вкусно это все выглядит. Красота. А еще мы, кстати, очень сильно любим вот такую вот лечу покупать. Бандуэль. Вообще топчик. Нормально. Кстати, вы тут не смотрите на мой ноготь этот сломанный. Я, короче, вчера фисташки чистил и, короче, ноготь себе сломал. Так, ну все, мы себе ужин приготовили. Сейчас будем есть и будем досматривать фильм «Стражи галактики. Часть третья». Все никак не можем досмотреть, потому что он слишком долго идет по времени. Еще, кстати, смотрите, у нас сколько много цветочков. Ну, там понятно, что этот обычный комнатный цветок стоит. Это цветочки подарила компания Кристине, а вот те подарил я уже на нашу годовщину свадьбы. Они, правда, уже немножко завяли. Вот. Будем на днях выбрасывать. Ну, наверное, может быть, даже с этим и сразу выбрасим. Да, бьюти? Ага. Света мало, сразу такое ощущение, что это как будто не хватает четкости. Ну, что, народ, дубль два. Зажигаем свечку. Все. И сейчас, собственно, предлагаю тогда задуть эту свечу на тортике вместе с вами. Вот. Давайте на счет три загадываем желание. Вот под таким красивым видом. Вообще красота. Чтобы всем так вот путешествовать. В общем, давайте на счет три. Вместе. Раз. Два. Три. Все. Точно сбудется наше желание. А я сейчас буду пробовать вот такой вот тортик из Рамады. В общем, ладно, народ. Надо завершать этот выпуск. А то он никогда не закончится. Хочу вам сказать спасибо большое за то, что посмотрели видео до конца. Как всегда, не забывайте ставить лайки. Это отличная возможность поддержать мой канал. Мой лайв-канал. Еще не забывайте про основной. А я сейчас, собственно, хочу включить компьютер. Немножко поиграть. А потом буду монтировать. Ну, собственно, вот этот выпуск. Сейчас нужно скинуть. Мне на макбук будут все эти видяшки. И потом займусь монтажом. В общем, ладно, друзья. Еще раз хочу сказать спасибо большое за то, что посмотрели видео до конца. Не забывайте меня, ставьте лайки. Ну, и, конечно же, увидимся, как всегда, скоро на основном канале. А в августе увидимся еще на моем лайв-канале. Потому что там будет еще один новенький вложек. Всем желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok